Книга пророка Осии. Глава первая. Слово Господа, которое было Косии, сыну Беерии, в дни Озии Иоафама, Ахаза, Язекии, царей иудейских, и в дни Иерваама, сына Иоаса, царя Израильского. Начало слова Господа Косии. И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля эта, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гумерь, дочь Девлаима. И она зачала, и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иеуя и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израиля в долине Израиль. И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему, нареки ей имя Ларухама, непомилованная. Ибо я уже не буду более миловать дом Израилев, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями и всадниками. И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, нареки ему имя Лоамми, не мой народ, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудина и сыны Израилева вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения. Ибо велик день Израиля. Глава вторая. Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога, и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынью, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их, и острамила себя зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загражу путь ее терными, и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою стромоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения ваалам, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Поэтому вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня ваалии. И удалю имена ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с присмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю на земле той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. И земля услышит хлеб, и вино, и елей, а эти услышит Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Глава третья «И сказал мне Господь, иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за пятнадцать сребреников и за хомер ячменя и полхомера ячменя, и сказал ей, «Много дней оставайся у меня, не блуди и не будь другим, так же и я буду для тебя». Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Глава четвертая Слушайте слово Господа, сыны Израилевы. Ибо суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля эта, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю мать твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение. И блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом, и тополем, и терефинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бефавен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо, как упрямые те лица, упорен стал Израиль, поэтому будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев, на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Отвратительно пьянство их совершенно предали с блудодействию. Князья их любят постыдное, а хватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Глава пятая Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, Ибо вам будет суд, потому что вы были западнёй в массифе и сетью, раскинутой на фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падёт и Иуда с ними. С овцами своими и валами своими пойдут искать Господа и не найдут его, он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поезд их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубой в Раме, Возглашайте в Бефавене за тобой, Вениамин. Ефрем сделается пустыней в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи. И залью на них гнев мой, как воду. Угнетён Ефрем, поражён судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду, как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану. И пошёл Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иореву. Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Глава шестая. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, Пойдём и возвратимся к Господу. Ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, Поразил и перевяжет наши раны, Оживит нас через два дня, В третий день восставит нас, И мы будем жить пред лицом Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа, Как утренняя заря явление Его. И Он придёт к нам, как дождь, Как поздний дождь, Оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, Как утренний туман И как роса скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков И бил их словами уст моих, И суд мой, Как восходящий свет. Ибо я Милости хочу, А не жертвы, И боговедение более, Нежели всесожжений. Они же, Подобно Адаму, Нарушили завет, И там изменили мне. Галаад, Город нечестивцев, Запятнанный кровью. Как разбойники Подстерегают человека, Так сборища священников Убивают на пути в Сихем И совершают мерзости. В доме Израиля Я вижу ужасное. Там лудодеяние у Ефрема, Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, Назначна жатва, Когда я возвращу плен Народа моего. Глава седьмая Когда я врачевал Израиля, Открылась неправда Ефрема И злодейство Самарии, Ибо они поступают лживо. И входит вор, И разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, Что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела, Их они пред лицом моим. Злодейством своим Они увеселяют царя И обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, Как печь, растопленная пекарем, Который перестает поджигать ее, Когда замесит тесто, И оно вскиснет. День нашего царя, Говорят князья, Разгоряченные до болезни вином, А он протягивает руку свою Кощунам. Льстецам. Ибо они коварством своим Делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, А утром она горит, Как пылающий огонь. Все они распалены, Как печь, И пожирают судей своих. Все цари их падают, И никто из них Не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, Как неперевернутая лепешка. Чужие пожирали силу его, И он не замечал. Седина покрыла его, А он не знает. И гордость Израиля Унижена в глазах их, И при всем том Они не обратились К Господу Богу своему, И не взыскали его. И стал Ефрем, Как глупый голубь, Без сердца. Зовут египтян, Идут в Ассирию. Когда они пойдут, Я закину на них сеть мою, Как птиц небесных, Низвергну их, Накажу их, Как слышало собрание их. Горе им, Что они удалились от меня, Гибель им, Что они отпали от меня. Я спасал их, А они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердцем своим, Когда вопили на ложах своих, Собираются из-за хлеба и вина, А от меня удаляются. Я вразумлял их И укреплял мышцы их, А они умышляли злое против меня. Они обращались, Но не к Всевышнему, Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их За дерзость языка своего. Это будет по смеяниям над ними В земле египетской.